Друзья, здравствуйте! С вами Настя. Вы смотрите Кнаково онлайн. Мы с вами в Комсомольском сквере. Сегодня это одно из любимых мест в городе для прогулок. Место памяти о тех, кого мы никогда не забудем. Еще совсем недавно сквер выглядел иначе. Его преображение началось три года назад, благодаря участию города Канакова в федеральной программе под названием «Создание комфортной городской среды». В 2018 году Совет депутатов городского поселения город Канакова 4-го созыва принял решение об участии в программе «Современная комфортная городская среда». В ходе рейтингового голосования была избрана территория Комсомольского сквера в программе концепции «Объединить человеческую память, историческую память в одном месте», для того, чтобы можно было и торжественные мероприятия проводить, и скорбные мероприятия, посвященные каким-то скорбным датам. И после выполнения работ у нас получилось место, где есть память о воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, где есть память о погибшим воинам в Афганской войне, где есть память о людей, погибших во время Чернобыльской аварии на Чернобыльской атомной электростанции. После завершения всех видов работ, уже почти к окончанию, на нас вышло еще с предложением руководства фонда памяти 6-й роты, десантной погибшей в Чечне, с предложением установить уже готовый их памятник, бюст Денису Стребину. Мы любезно согласились, и наше участие привело к тому, что мы установили в Комсомольском сквере еще и бюст нашему герою Денису Стребину в честь памяти погибшего участника событий 6-й роты, погибшей в Чечне. В правительстве Тверской области после завершения работ, когда проводилась оценка, нас заметили, отметили, мы завоевали второе место, и когда встал вопрос о продолжении программы, вторая часть Комсомольского сквера, то доля софинансирования нашего городского поселения, город Конаково, была бы выставлена в 1%, или 140 тысяч рублей. И вторая часть сквера уже была немножко в другой концепции. Концепция – это историческая память, память города Корчевы, который в 1937 году был затоплен и перевезен на место нынешнего города Конаково, и молодое подрастающее поколение – это детские площадки, это тренировочные площадки, в том числе и для инвалидов, людей с ограниченными возможностями. Центральная композиция обновленного сквера – бронзовый памятник «Женщина с ребенком и солдат», которые возведены на братской могиле героев Великой Отечественной войны, павших в боях за Москву. В далеком 1955 году на этом месте был установлен памятник из гипса и бетона, который к началу 21 века имел много дефектов, и на его месте в 2013 году был поставлен новый памятник за счет средств областного бюджета. Но многие жители города Конаково отмечали, что новый монумент не настолько хорош и величественен по сравнению с предыдущим. В 2019 году по просьбе общественности был приведен конкурс на эскиз нового памятника, конаковскому скульптору Виталию Алексееву удалось создать макет нового монумента, который по своему образу и подобию максимально был похож на тот, что был установлен в сквере в 1955 году, и который так нравился жителям Конакова. Я приехал в Конаково, чтобы на месте определить размер памятника, потому что по фотографиям существующим это было тяжело сделать, и только находясь на площади я это смог определить. Работал над памятником в мастерской в Москве, в своей мастерской я не помещался, пришлось снять помещение и там уже работать. Задача стояла создать памятник 50-х годов в этом же стиле, в такой же манере, и при таких же примерно размерах. В итоге размер получился 4 с небольшим метра. Работа попала во время пандемии, с этим были небольшие сложности. Это все затянулось на 8 месяцев. Очень рад, что мне удалось поработать над таким важным памятником для города. Надеюсь, что жители оценят мою работу. Интересный факт. Федеральная программа создания комфортной городской среды не предусматривает реконструкцию или полную замену памятников. Поэтому бронзовый памятник героям Отечественной войны, а также бюст нашего земляка, десантника Дениса Стребина, появился в сквере только благодаря помощи меценатов. Среди тех, кто помог финансово, Добровольное общество, содействие армии, авиации и флоту России, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Фонд поддержки семей, военнослужащих, памяти 6-й роты, Директор АО «Конаковского завода стальных конструкций» Александр Шинкаренко, Президент строительного холдинга «Экотепло» Юрий Шеляпин, Руководитель бизнес-центра «Маяк» в городе Конаково Людмила Ли, Руководитель ООО «Завод микротрибор» Александр Зязин, Работники и руководство «Конаковской ГРЭС» в лице Ильи Новожилова. Все участники сюжета отмечают продуктивную организационную деятельность бывшего, временно исполняющего обязанности главы города Конакова Максима Ефимовича Ли, в результате которой и появился наш новый сквер. Реконструкция Комсомольского сквера – удачный пример того, когда люди и власть работают сообща. Прежде чем финальный проект обновления был утвержден, его рабочие эскизы были представлены в социальных сетях общественности, и жители города могли высказать по ним свое мнение. В результате в итоговый проект был внесен ряд корректив. А решение о том, чтобы установить в сквере копию памятника героям Великой Отечественной войны 1955 года, было принято только после общественного голосования. Друзья, пишите в комментариях, нравится ли вам новый комсомольский сквер города Конакова и часто ли вы здесь гуляете. С вами была Настя, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова